Добрый день. Сегодняшнее видеообращение я записываю по особому коду. Я думаю, вы все знаете, что Сергей Мородер объявил о том, что будет выплачивать компенсацию всем пострадавшим в пирамидах 90-х годов. В том числе и ММИ-94, ну и прочее. Ну, я когда это услышал прямо в первый день же, тут же подал заявление, зарегистрировался на сайте у него в надежде получить компенсацию. Вот. Вот по этому ящичку. Вот у меня тут 100-ый билет, это мелочь 10 тысяч, классичка. Тут у меня тут еще 500-ый билет. Ну, есть, ну, как-то мне, это и есть еще. Видите, все. Так, ну, в общем, миллионов шесть билетов. Ну, вот. Конечно, я бы хотел компенсацию получить, когда по приличной сумме. Ну, он говорит, не жальничайте. Написал мне 28-го числа, не ответил. И говорит, ну, сразу сумма большая, поэтому мы можем частично компенсировать. Так и быть в личном кабинете, он может уже для первой части компенсации посмотреть. Ну, я даже не удивился, что он мне ответил, потому что, ну, слово дал, слово сдержал. Тем более, было 20 лет, он стал зарегистрироваться. Понятно, я следил за их новостями, поэтому сразу, как только новость появилась, сразу быстрый письмо туда вообще. Но, что меня действительно удивило, это размер этой компенсации. Сейчас покажу. Так, личный кабинет. Что у нас тут? Так, это у нас лотерея. Ну, вот лотерея мне, кстати, ни разу не зла. Вот сколько играю. Нет, ничего не умерло. Лотерея. А вот кошельки. Вот. Обратите внимание на верхнюю строчку. Вот тут у меня основной 20% 9567 ММО в долларах. Вот. Вот эта сумма у меня появилась 28 августа в качестве компенсации за билеты ММО в 94-м году. Ну, считайте сами, сколько это в рублях. Ну, родители сказали, мы поверим, пока не увидим живьем, поэтому я сделал тестовый год. Ну, то сегодня, 1 сентября, ну, небольшую сумму снял, заказал десятки налоговую. Все эти цифры видят члены десятки вместе со мной, поэтому это не для кого не считает, что это все, по-честному, это не подставая, это не протелка, это не просто цифры. То есть, есть люди, которые могут это подтвердить. Ну, не ожидал, что система достигнет таких масштабов, но похоже, что он, наверное, опять же не остановит. Потому что, если сейчас это будет переходить на массовый, принимать массовый характер, ну, как обещался, где в сентябре, начнутся массовые выплаты, то есть я уже не первый, судя по всему, то есть где-то уже на пятый или шестой, а дальше будет больше. Если масштабы примут такой оборот, я даже боюсь строить предположение, что будет дальше, какими темпами будет удовлетворяться системой, и как ее буду воспринимать в общей территории. Ко всему прочему, все это снимали корреспонденты ТВ, и передача должна выйти 10 сентября в 19.25. Передача называется «Профессия репортер». И мне очень интересно, под каким соусом подойдут этот сюжет. Просто даже очень любопытно. По-моему, они сами не ожидали, они не представляют, что суммы достигают уже таких величин. Как они будут монтировать эту передачу, как комментировать. Ну, в общем, предлагаю дождаться 10 сентября и посмотреть. Ну, вот на этом пока все. Наверное, я в ближайшее время запишу ролик по поводу того, как много раздало в моем ступите, зачем. Там, в общем, там есть о чем сказать, потому что я уже где-то с 2003 года интересуюсь различными инструментами для инвестируя, поэтому есть то, с чем сравнить. И я думаю, этот обзорчик будет полезным для многих. Потому что уверен, что большинство, кто с этим не сталкивался, они находятся в иллюзиях по поводу надежности, по поводу гарантий. Ну, естественно, я постараюсь, чтобы умение было объективным. Потому что решение принимать должен все равно каждый человек для себя сам. Но понимание настоящих рисков, понимание того, что за всем этим стоит, оно полезно. То есть, что стоит за банками, за фондами. Ну, вообще, немножко взгляд изнутри на все эти риски, на нашу судебную систему, на финансы. Ну, в общем, увидимся скоро. Думаю, будет интересно. Пока, до свидания. Спасибо. Всем удачи.